Сначала суп, потом всё остальное. Через это проходил, наверное, каждый из нас в детстве. Если верить всему, что говорят о щах, борщах, бульонах, их в пору продавать в аптеке, эта программа есть, её ведущий Алексей Дыма. А я напоминаю, что в этой студии я рассказываю своим гостям, как готовить по всем правилам кулинарии и здорового питания. И сегодня у нас в гостях писатель, журналист и фотохудожник Екатерина Рождественская. Екатерина, здравствуйте. Добрый день. Екатерина родилась в семье известного поэта Роберта Рождественского. Окончил он ГИМО и работал переводчиком. А потом в её руках оказался фотоаппарат. И стартовал проект «Частная коллекция», основанная на картинах известных художников. Перед объективом Екатерины засветились сотни звёзд. Но опять, на самом взлёте, она начала жизнь с чистого листа. Теперь Рождественская пишет книги. А ещё недавно исполнила мечту. Занялась дизайном и архитектурой. Я восхищен, честно говоря. Я читал вашу книгу семейную, семейную кулинарную книгу Рождественских. Жили-были, ели, пили, да. Слушайте, это честно, это кулинарный восторг. У нас вся жизнь ведь на кухне происходит, поэтому это совершенно... Всё верно. Это правда. Кухня наша, всё. И я знаю, что в семье Рождественских супы занимают особую роль. Конечно. Это так? Да, да, так оно и есть. Без супа никуда. Знаю, что есть такое первое блюдо, как лекарство. Догадываешься, о чём я говорю? Еврейский пенициллин, бульон. Верно. А прямо сейчас я предлагаю приготовить традиционную для всех российских семей куриную лапшу. Но в моём варианте лапша не будет привычным макаронным изделием. Мы сделаем её не из муки, а из цукини. Готовы? Конечно. Тогда начинаем. Есть! Земля ещё и потому щедра, что в мире существуют повара. И это сказано и я, между прочим. Скажите, кому принадлежат эти слова? Отцовский. Он очень уважал эту профессию. Прям очень-очень. Люди всегда кормили друг друга. И вот это изначально самая благородная и благодарная профессия. И для того, чтобы начать и подготовить тот самый еврейский пенициллин, я бы нарезал лук просто пополам, морковь чуть-чуть по диагонали. Но давайте посмотрим так, как делали это в вашей семье. Ну, всё было просто. Это делалось всегда не на показ, а для того, чтобы это приятно елось, и чтобы кусочек лез в рот нормально. Так что это всё... Это можно обжарить чуть-чуть, да? Да, я думаю, что мы сейчас подготовимся и сразу на сковороде подпечём. Кто-то вот бульон трёт на тёрке, но мне не нравится. Мне нравится, когда что-то осязаемое такое. Много супов я встретил в книге. Много рецептов супов. Знаешь, что у каждого был свой любимчик? Да? Конечно. У Роберта Ивановича была молочная лапша. Молочная лапша. Ну, это детский суп, потому что раньше, во время войны, ну, мало что можно было сделать. Вот молоко, когда доставалось, то лапша варилась в молоке. Это скорее даже каша, а не суп. Ну, а здесь мука, наверное, как раз работает как энергетика для тела. Естественно, для ребёнка, потому что надо было чем-то питаться, и вот была эта молочная лапша. Хорошо. А диетические супы, скажите? Диетические – это все овощные супы. Мы очень любим овощные супы, особенно супы пюре. Так а по-французски? Ну, я не знаю даже по какому, но во всяком случае вот протёртые такие вот овощи. Тыквенный суп замечательный. Вот, так что это у нас тоже присутствует. Ну, и борщ постный всегда мы делаем. Сколько было едоков в семье Рождественских? В самой семье? Да. Ну, это немножечко варьировалось, но я думаю, где-то в районе восьми всегда. Ну, плюс приходило огромное количество гостей, и вот эти гости, они и всё сжирали, можно сказать. А кто приходил? Дом у нас был очень открытый, и вот, скажем, 70-е годы, вот весь цвет советской поэзии, эстрады. Мы жили всегда в таких неплохих местах, скажем, на улице Горького, сейчас Тверская. И все концерты проходили или в концертном зале «Россия», или в колонном зале. И после концертов всегда все шли к нам, потому что это было, там, не знаю, 10 минут пешком. А кто готовил на такую большую араву? Готовил я, всегда я готовил. Вы готовили всегда на всех? С бабушкой, да. Да, с бабушкой. Боже, как вам это удавалось, награть? Это же целое застолье. Я поэтому очень не любила, когда приходило много гостей, потому что надо было все время бегать в магазин. Напротив нас вот был длинный-длинный магазин продовольственный, который назывался «Кишка». Так, хорошее такое очень название, доброе. Доброе название, но там мало чего продавалось. Очень мало всего такого съедобного, поэтому у нас всегда были горшочки, в которых мы запекали то, что мы могли. И, там, скажем, если мы покупали килограмм сосисек, то эти сосиски там разрезались, там, или с перловкой, или с кашей. В общем, у нас были такие рождественские горшочки специальные. То есть это, можно сказать, такой элемент жаркого, фактически? Ну, типа. Или супы могли там томить, каши? Конечно, все что угодно. Это так по-русски, мне кажется, прям что-то томленое в горшочках. Да, да, да. Грибы были всегда сухие, потому что летом мы собирали, и вот грибы были всегда... И заготавливали. Да, и вот это вот все было грибное, обязательно мы доставали кусочек сыра, если это было возможно, и сверху сыр, и поэтому это хорошо выглядело. Пока мы с вами подготавливаемся, я хотел попросить, да, смазать перцы болгарские. У бабушки были свои секреты наверняка. Конечно. А повар без секретиков, это так. Можно я их чуть-чуть потыкую? Конечно. Выглядит отлично. Я ставлю их запекаться, а цветной капусты, смотрите, разобрать на соцвети, на достаточно крупные. И после этого натереть на крупной терке. Были какие-то коронные блюда в семье, которые готовятся, вот зная о том, что придет большое количество гостей, помимо горшочков? Горшочки это все-таки индивидуальная история. Нет, горшочки это 90-е годы, это такая история, она от безрыбья. Нет, а когда это все было возможно, и когда было много продуктов, и нормально было есть, то мы всегда готовили, скажем, пирожки с мясом. Но это все не для вас, потому что пирожки жарились у нас в масле, скажем, крем для торта нашего клубничного, бисквитного делался из сливочного масла. Это удивительно, ведь никто не толстел, никакого холестерина не было, и ели с таким удовольствием. Может быть больше двигать, может быть... Наверное, наверное, ну, знаете, вот я сейчас подумаю сделать крем из сливочного масла, ну, елки-палки, это же ужас какой-то. Сейчас, да, сейчас страшно, сейчас кому скажи еще, где-нибудь в социальных сетях скажут, господи, как можно делать. Нет, ну еще и масло плохое сейчас, поэтому это все, конечно... Пискать надо, да, к сожалению, приходится. Охота. Есть хорошее, но, к сожалению, приходится мучиться. Да, 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 да. Но у нас всегда были лепешки, опять же, жареные масли, но это все вот подходят. Поколение передавалось. И самым таким знаменитым нашим рецептом была губернаторская икра. Ох! Баклажанная икра. Вот это интересно. Которой моя прабабушка совращала астраханского губернатора, поэтому это так и называлось. И совратила таки, видимо. Расскажите, ведь там особенный ингредиент, для меня был особенный ингредиент. Яблоко. Это яблоко, да. Яблоко, потому что я никогда, честно говоря, я еще... И еще и время, вот особенные ингредиенты, это время, вот забыть его на плите на самом маленьком огне и тушить, тушить до неузнаваемости. И оно совершенно получается другое, нельзя торопиться. А яблоко кислое, оно дает вот ту какую-то неизбежность того, что это все съестся обязательно. Кислова, неизбежность. Скажите, а неизбежность совращения она произошла? Да. Но об этом умалчивает наша история. Но приличные люди об этом не говорят. Конечно. Ну, просто я как неприличная, я должна похвастаться. А чем же закончилось? Вышла замуж за губернатора бабушка? Нет, нет, нет. Мы его отшили, видимо. Потому что он, по-моему, стал интересоваться только икрой и пришел интересоваться бабушкой. Слушайте, возьмите себе на заметку. Я очень рекомендую такую икру. По крайней мере, первый шаг будет точно сделан. Да, это точно. А потом уже как пойдет. Бабушка всегда ваша закладывала лавровый лист в самом конце приготовления. Да, для нашего супа точно хватит. Это правда? Да, 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 чтобы не давал горечь. Он не должен вывариваться долго. И вообще все специи лучше класть в конце, чтобы они как-то отдавали все самое хорошее, а потом их вынимать. А откуда вообще появилось название еврейский пенициллин? Потому что, честно говоря, я очень удивился. Я общался с разными семьями, и я слышал и про татарский пенициллин, и про армянский пенициллин. И у меня вот это слово всегда было на слуху. И здесь я встречаю в вашей книге совершенно идентичное. Ну, то, откуда корни, чьи корни, откуда, да, оттуда и пенициллин появляется. Умалкивает история об этом. Да, ну так это назывался у нас. Так он и назывался всегда, еврейский пенициллин. А что-то лечили им? Скажите. Меня лечили все время. Знаете, я не знаю, как я тут перед вами стою, потому что я где-то болела безумно совершенно всякими легочными заболеваниями, и дневмониями, и я помню всегда, как бабушка мне наливала чашечку такую с бульоном. Именно с еврейским пенициллином, то, что называется. Именно, да. И вот это был целый ритуал, как она его делала, что он не должен кипеть, что он должен вот маленький... Не кипеть. Да, на очень маленьком огне, и что не должно быть одно большое жирное пятно, а должны быть маленькие блесточки. Это тоже было очень важно. О, да, тут еще... Ну, на самом деле, честно говоря, у меня есть секрет, что можно аккуратно потом поснимать этот жирок. Нет, ну да, сначала сливался бульон, ну, вода, и во втором бульоне это все варилось. Диетический бульон, да? Да, другая должна была быть кастрюля, хорошая вода, там целый такой большой ритуал. С точки зрения повара, я могу рассказать, что когда вы закладываете в холодную воду, все-таки все потом уходит в бульон. Да, да, да. Если закладываете в горячую воду, то все, в принципе, остается как раз в курице, и бульон получается, в принципе, диетический. То есть можно диетический бульон подготовить уже... В общем, да, тут там лишь бы было вкусно, это точно. Так, тогда я прошу вас переложить коренья к нашей курице. Еще можно чуть-чуть посолить ее, сразу, чтобы соль начала вытягивать из нее все соки. Опять же, был еще один секрет, который, честно говоря, я как повар, ну, не для каждого блюда использовал. Помимо соли использовать еще один продукт, который балансирует. Ну, я не думаю, что это про сахар, да? Верно, верно. Чуть-чуть. Ну, бабушка везде чуть-чуть докладывала сахар. Я думаю, что это все-таки речь идет о борще, о каких-то овощных супах. Не для каждого супа? Не для каждого супа, нет. Так. Вот, так что сахар всегда он оттеняет, и действительно получается баланс. Особенно в салаты, в мясо. Бабушка, например, делала тушеное мясо с пряником, она крашила туда пряник. А если еще и имбирный? Да, 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 да. Ну, такой туйский пряник. Я помню, как я бегала по соседям в поисках пряников, когда надо было это срочно сделать. А это не соль найти там. Это точно. Есть у вас соль, а тут пряники есть? Не, ну, были люди, которые любили пряники, и мы всегда к ним бегали. Таких людей надо знать, друзья. Сейчас у нас такая перевернулась жизнь, потому что мы всех гостей принимаем в основном в кафе и в ресторанах, а когда я зову гостей домой и сама готовлю, все удивляются. А я вам предлагаю нарезать, не нарезать, а натереть еще томаты в свежем виде, разрезав пополам и шкуркой наверх аккуратно втереть. Хорошо. Вот секрет. Что делала бабушка, когда заканчивался суп в кастрюле? А гости, например, пребывали и пребывали. Разводила. Как? То, что было под рукой. У меня раньше время было другое совсем. Помню, как бабушка кинула кусок холодца в суп, чтобы он так у нас был холодец, чтобы он распустился. Это же прекрасно, это же просто бульон, конечно. Это мясной бульон, набаристый. Мясной бульон, да, 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 и все прям крякали от восторга. То есть боль на выдумке хитра, говорила она, подходя к кастрюле, одевая очки, начинала какие-то пассы. И мысли так было видно, как она начинает думать, чтобы суп охватил там на 15 человек. Холодец, суп, слушайте, это прекрасно. Один раз бабушка готовила борщ. И, видимо, очки у нее были уже слабые или еще что-то. Она вывалила туда полбанки клубничного варенья. Борщ. Это был восхитительный борщ, вообще никто такого не ел. Это было очень вкусно. Это правда так? Да, нет, это действительно так. Нет, ну она его потом довела, она посыпала соль, она там сделала все, что надо, но это действительно было очень вкусно. Так разбавлять или не разбавлять? И правда ли, что супом можно вылечить простуду? Все, что вы хотели знать про бульон, расскажет наш диетолог. Проведенные в начале 2000-х годов американскими пульмонологами исследования показали, что куриный бульон действительно способствует более быстрому выздоровлению после простудных заболеваний. И связано это с особенной способностью этого блюда влиять на иммунную систему. И, в частности, на распространение по организму белых кровяных телец или нейтрофилов. Есть еще одна особенность, которая также позволяет нам рекомендовать куриный бульон людям, которые страдают простудой. Благодаря своему такому особому аромату и ароматическим веществам, которые входят в состав куриного бульона, он благотворно влияет на слизистую носа, ускоряя выделение слизи за счет ускорения работы ясничного эпителия. И в этом отношении для промывания носа даже лучше, чем вода или различные медицинские растворы. Но есть и те свойства, которые приписываются данному блюду, но не подтверждены на сегодняшний день наукой. Например, нет в бульоне высокого содержания белка, нет высокого содержания витаминов. Но зато есть высокое содержание различных микроэлементов, которые переходят в бульон, соответственно, из мяса или костей. И магний, и селен, и фосфор, и цинк там могут присутствовать, причем в достаточно хорошей концентрации. Поэтому такое блюдо можно рекомендовать не только болеющим, но и людям, которые активно занимаются спортом для восстановления минерального баланса. Так что хороший домашний бульон в хозяйстве всегда пригодится. А мы расскажем, как можно внести новые ноты в его вкус. Знаешь, что сестра Ксения готовила борщ уже, еще учащаясь в школе, в начале класса. Ну да, Ксения готовила борщ, и что-то она там не то сделала. И у нас в гостях был, я не помню, кто у нас был в гостях, кто у нас был в гостях? Судя по подписям, были и советские посолы. Да-да-да-да-да-да-да-да. Во Франции. Во Франции, да. Это точно. И им пришлось, ну он же дипломат, ему пришлось попробовать его. Работа дипломата. Да-да-да-да-да, он даже не скривился и написал справку, что это лучший борщ, когда он где-либо ел. И эту справку дал Ксении, она его принесла, справку эту принесла в школу и получил питьевку. Ну я представляю лицо учительницы, когда она получила такие рекомендации по борщу. Причем он написал со всеми своими регалиями по просьбе сестры. С борщом было все-таки что-то не так. Совсем было все не так. Он был коричневого цвета такой, потому что она не знала, что надо добавить уксус и лимончик. Ну то есть это все был первый борщ. Но не борщ с клубникой, но не борщ с клубникой. Это ноу-хау. А я добавлю, как относитесь к зире? Она же кубин. Очень люблю, да. Я же три года прожила в Индии, поэтому это моя любимая. Как так случилось, что в вашей жизни оказалась Индия? Муж поехал работать корреспондентом Гостелерадио. И вот на три года мы туда уехали. И это, конечно, был опыт совершенно незабываемый по отношению к жизни людей. Туда приезжаешь, как, знаете, вот 500 лет назад, 1000 лет назад. Там все те же сари, те же люди, все ходят босиком. Не осовремениваются? Нет, ну что-то очень современное сейчас уже. А в то время, это были конец 80-х годов, было все так же, как и было. Коровы ходят, бродят, которых нельзя трогать, которые святые. Это такой шок для европейского человека Индия. И кухня, и люди, и климат, и краски, и запахи. И Индия, по-моему, вот это единственная страна, которая обладает запахом. Вот этот запах кари, который отовсюду. У меня все готово. Подготовлено. Тогда вот сюда, к приправам, они уже прогрелись достаточно, не по супериндийской методике, но практически. Мы сюда добавим чуть-чуть растительного масла, прям от слова совсем немножко. И я попрошу вас обжарить здесь. Верно. Рисинки из цветной капусты. Я знаю, что у вас большое количество профессий. Вы и переводчик, вы и писатель. Да, да. И фотохудожник. А как этот проект вообще появился? Как вы к нему пришли? Вот у нас как раз сгорел дом, где мы жили. И вместе с библиотекой нашей большой и друзья мне стали дарить книжки. Знаю, что это меня расстраивает больше всего. Поддели книги. Ну да. И много стали дарить альбомов красочных таких. Помните, вот были художники, альбомы художников, альбомы из музеев. И я вот сидела и перелистывала, и мы с мамой, и вот, знаете, как такая психотерапия. Вот этот похож на этого, а этот на этого. И я решила это воплотить, вот эти все мысли в таком вот фотопроекте. Но я понимаю, что ничего бы не получилось, если бы муж мой тогда не придумал журнал «Караван истории» и не был бы его президентом. Кого из звезд сложнее всего было получить для частой коллекции? Ведь не просто же было. Да, вы знаете, довольно просто, потому что отец мне оставил наследство из друзей. Иосифа, после того, как я Иосифа Кобзуна, скажем, сняла, естественно, что все там остальные, Дима, Билана и так далее, пошли уже как обязательные. Да, 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 да. Вот, и, собственно, и все это началось. Я сняла за вот эти 20 лет работы фотографом где-то около 6 тысяч человек. 6 тысяч человек! 6 тысяч! Боже, как интересно! А с кем было интересно из ваших героев? Самое интересное было Гурченко, и я ей очень благодарна, что она пришла ко мне, согласилась в самом начале моей фотокарьеры. И она меня очень многому научила, потому что совершенно гигантский человек, и в плане профессиональном, и даже в бытовом, за ней сидеть за столом и слушать ее истории жизни, и анекдоты, это хо-хо, такое похохатывание. Совершенно уникальный человек, прекрасный, и она действительно большой учитель, и гениальная баба. А в кулинарном плане она научилась чему-нибудь вас? В кулинарном плане она любила белый хлеб с вареньем. Ела, 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 и говорила, что, а ты знаешь, что я такая худая? Я говорю, нет, а у меня хорошая эвакуация. И смотрела совершенно такими большими глазами. Так, оставляйте. Попрошу вас желтки от перепеленных яиц поместить в чашу для блендера сюда. Мы пробьем их вместе с зеленым луком, превратим их в такое своего рода пюре. Это будет заправка для тех, кто пожелает нашу... Для тех, кто пожелает лапшу, добавить немного пикантности. Причем лук будет свежий, зеленый. А перцы каждый я укутываю. Чтобы их сейчас трясти со страшной силой. Нет, даже трясти их не буду. Я им дам возможность полежать, чтобы они пропарились изнутри, чтобы кожицу можно было совершенно спокойно снять с них. Дальше. Но вы же не сразу стали писателем. Какие мечты у вас были в детстве? Нет, я хотела быть врачом. Но все равно шаги по направлению к своей мечте детской вы делали. Да, нет, это я с большим удовольствием. Было много врачей знакомых, поэтому я и присутствовал и на родах, и у Рошаля на всяких операциях, и у кардиологов. В общем, это у меня было большим таким развлечением. Но не любопытством, а вот для души. Это было в последних классах школы, когда я еще точно не понимала, пойду я работать с врачом или не пойду. И что с этой мечтой? С этой мечтой не сложилось, потому что у меня была двойка по математике, и, соответственно, по физике и химии. А там же надо было сдавать всегда эти предметы. Поэтому я просто не пошла ни в какой медицинский институт. Я стала лечить домашних сама. Так же, как и бабушка? Ну-ка, естественно, едой. Еда – великое лекарство. Конечно. Мы решили добавить в бульон перепелиные яйца. О яйцах вообще ходит много легенд. Одни считают, это идеальный продукт для похудения. Другие предостерегают – больше трех недель у есть опасно. Где правда, а где миф? Спросим у диетолога. Дискуссионным долго оставался вопрос о том, можно ли есть яйца каждый день и повлияет ли это на уровень холестерина. На сегодняшний день проведенные исследования позволяют нам однозначно реабилитировать яйца и говорить о том, что тот холестерин, который в них содержится, совершенно никак не влияет на уровень холестерина в нашем организме. Поэтому опасаться не стоит, и можно абсолютно спокойно съедать 2-3 яйца хоть каждый день. И дополнительно хочу сказать, что желток на самом деле яйца очень полезен, потому что он содержит много различных витаминов, микроэлементов, и такое вещество жироподобное, как холин. Холин является очень хорошим гепатопротектором, то есть защищает клетки нашей печени от вредного воздействия различных тактических веществ. И давайте посмотрим, какого же цвета бывают желтки. Цвет желтка будет зависеть от того, чем питалась курица. Если она получала какие-то карма, например, кукурузу, который содержит бета-каротин, а бета-каротин – это как раз желтый краситель, натуральный, естественный, то яйца будут более желтые. Если это домашняя курочка, которая гуляла и кушала травку, а в траве тоже много витамина А, это тоже как раз, в общем-то, аналоги каротиноидов, то есть желтых пигментов, то яйца будут более, вернее, желтки будут более желтого цвета. В остальном никаким образом цвет желтка на его питательную ценность, в общем-то, не влияет. Еще один вопрос, который тоже многим интересен – какие же яйца полезнее – обычные куриные или перепелиные? Мы знаем, что перепелки болеют меньше, поэтому есть предположение, что яйца, которые мы получаем от перепелок, они менее аллергенные. Ну и, скажем так, вероятность того, что там какие-то антибиотики присутствуют или какие-то болезни, тоже ниже. А с точки зрения питательной ценности, можно есть и те, и другие, и получать при этом пользу. А у нас очень скоро будет готова лапша. Осталось собрать все воедино. Из зелени. Мне нравится здесь по цвету. Это красный базилик. Да, но у него очень специфический аромат. Ну да, это не всем нравится. Есть петрушка, есть немножко мяты. Тут лучше укроп и петрушку. Укроп и петрушку. Как мне кажется. Ну это такое исконно русское, по-моему, угощение. А лапшу я буду закручивать практически, как итальянцы закручивают пасту. Ну что, отведаем, что получилось. Ничего, сколько. Прелестно. Прекрасно. Итак, мы приготовили полезную куриную лапшу. Для этого сперва сварили по всем правилам насыщенный бульон, затем заменили макароны на сукини, а готовое блюдо украсили перепелинами яйца. В одной порции получилось всего-то 70 килокалорий. Это же просто смех. Можно есть и не толстеть. Да еще и со вкусом. В болезни и в здравии ешьте лапшу на курином бульоне. Может, пенициллин она и не заменит, но плацебо-эффект никто не отменял. Особенно, если приготовите по нашему рецепту. Будем есть. Продолжение следует... Продолжение следует...